Спасибо, Алексей! Немножко, наверное, со своей личной историей, потому что наш бизнес все-таки это личная история. И потом расскажу в двух словах. Просто Саша сказал, что я был бизнесменом. Средний уровень или большой уровень, не знаю. Не мне судить. Но я вам расскажу, допустим, на что пришел я. У вас у каждого есть наверняка люди, которые бизнесмены. Есть у кого-то знакомые? Вот что им такого показать, чтобы они к вам пришли? Да? Вот мы об этом поговорим. Начну с себя. Я вообще родился в Аркуте. Уехали мы туда работать, деньги зарабатывать. Пожили там 6 лет. Потом переехал в Тамбовскую область, потом в Воронежскую область. Потом мы приехали на Тамбас. В Луганск область. Есть такой маленький город Краснодон. Там я закончил школу. Учился я очень плохо. Мне на самом деле спрашивают, помягче говори. Я плохо просто учился. Так мягко. Это очень мягко, поверьте. Но закончил я все-таки школу. Вот. 8 классов у меня образования. И, как и все, больше делать было нечего. Я полез в шахту. На Тамбасе другого нет. Но было одно но. Когда я школу заканчивал, мне сказали, что я был дворником. Вот. Почему? Потому что я был... Ну, действительно, очень плохо учился. Я был очень маленький. Болел постоянно. Меня все обижали. Вот. Вот. Я на них очень сильно обиделся. Через 5 лет уже я имел в центре города квартиру, машину. У меня уже все было. Вот. По той простой причине, что мне хотелось им доказать, что на самом деле, как бы, знание такая штука классная, конечно, но можно и без них преуспеть. Вот. К тому времени я не знал, допустим, что Билл Кейтс тоже без высшего образования. Это потом я уже знал, что 3 человека, которые зарабатывают на понятии больше всех, не имеют высшего образования. Потом уже, но позже. А когда я это узнал, я вообще ворду. Знаете, к ним стал? Ага, ну, если они это сделают, то и я сделаю. А вот. Есть на кого равняться. В конечном итоге я занимался боевыми искусствами. Потом меня бокс привел в наследный Кавказ. Там у меня был духовный учитель. Там я понял одну простую вещь. Как тяжело жить без денег. Когда я работал в шахте, про меня всегда говорили, что самый умный из евреев – это Толя Кевсигнеев. Вот. Я объясню, почему. Я никогда не работал, ну, как в шахте я проработал 3 года. А остальные 5 лет я не работал. Я отдавал свою зарплату начальнику. Он мне ставил галочки. А сам я ходил на рынок, на рынок торговал. То колбасой, то малорек открыл. Вот. Всякая разная, короче, была. Там, в принципе, я и поднялся. Я тогда зарабатывал в 90-е годы, получалось. Я работал 3 часа в день. Ну, 50-100 долларов в день. Ну, посчитайте сами, сколько это. Люди не зарабатывали столько за месяц, сколько я получал за 3 часа в день. А вот, как бы все было жирно, все было хорошо. Куча женщин, квартира в центре, очередь просто выстраивалась. А вот, жених хоть куда, ел только в ресторанах, жизнь удалась. Вот. Ну, когда было все хорошо, стал искать. А так получилось, что моя бабушка и мой дядя, бабушка была монашка, а дядя мой был затворником в монастыре. И что-то меня так потянуло к Богу сильно. Я написал заявление, хотел поступать в духовную семинарию. Ну, мой учитель, да, был лучше, кстати, батюшка здесь стоял и перед вами, отец Анатолий. Вот. Ну, мой сенсей по боевым искусствам меня отговорил. Вот. Я не поступил в духовную семинарию, слава Богу. Вот. Я потом, просто даже когда с церковью столкнулся, просто понял, что это бизнес. Вот. Именно религия, а не вера. Пошу учесть. Вот. Если есть люди религиозные. Ну, я стал за мной искать, стал читать, стал всякие семинары посещать. Попал на Северный Кавказ, а попал на Кавказ, как раз был кризис. Я работал на трех работах. Я был крыльчиком, крыл крышей, был сантехником и был электриком. Я заработал 50 долларов в месяц. И не платили их 4-5 месяцев. То есть там я четко понял, что у людей бывает крайне, как у меня появилось это. Когда были деньги, я думал о Боге, да, о духе, о душе. Вот. Когда денег не стало, я думал только о том, как их заработать. Я вот целыми днями думал только о том, что такое сделать. Я ходил, делал шапашки. Вот. Вот. Моей жене было тяжело, потому что народ северный там оказался такой диковатый. Вот к женщинам относились тоже так, не по-людски. Я тогда четко принял решение что-то сделать такое, не знал только что, но чтобы в этой жизни прорваться. Я поставил себе цель стать миллионером. Не для того, чтобы заработать именно деньги. Вот. Это потом я стал понимать, что такое остаточный доход. Раньше я этого не понимал. Хотел построить какую-то систему, которая бы мне дала возможность заниматься тем, чем я хочу. Веб-выми искусствами, духовной практикой. То, что мне нравится по сей день. Но чтобы моя голова не была занята тем, как зарабатывать деньги. Я выбрал город Харьков. К тому времени там у меня был старший брат. Я туда приехал. Вот. Надеюсь, что не поможет. Но не получилось, к сожалению. Вот. Помочь я пошел на завод. Зарабатывал тоже очень мало. В принципе, в итоге устроился в агентстве недвижимости. Стал лучшим агентом в городе Харькове. Открыл свой агентство недвижимости. Вот. Могу похвастаться. За 9 лет. В Харькове мы живем 9 лет, получается. Я сел почитал. Я заработал больше, чем 1 миллион долларов. На секундочку. Это человек, который не имеет небольшого образования. Который 8 классов. Так что вы знали, на секундочку. То есть в жизни все было хорошо. Вот Алексей не даст в России. Кто меня знает. Все было хорошо. Но опять столкнулся с тем, что я как-то белка в колесе. Пока я работаю, деньги есть. То есть 10, 30, 40 тысяч долларов максимально, что я могу зарабатывать в месяц, я имел. Но покоя не было. Я 24 часа, грубо говоря, у меня в голове постоянно все кипело. У меня было 3 телефона. Я постоянно по ним говорил. Если я отдыхал в Египте, то у меня тело лежало в Египте, душа была в Харькове. Вот. И так было постоянно причем. Вот. То есть большой такой геморрой. Вот. Но деньги были. Надо было как бы выбирать. Или свободная жизнь, но без денег. Или вот так, но с деньгами. Но пока было так. Приехали ко мне друзья с Донбасс. Рассказали мне о сетевой возможности. Рассказали мне кружочки. 5, 25, 125. И здесь я четко, реально увидел свою мечту. Думаю, я 5 человек на это точно. Побучу их. И будет то же самое, как бы пойдет. Это была, ну не буду это назвать, такая компания сетевая. Первая сетевая компания. Я товарищ такой быстрый. Закрыл свои консервы недвижимости. И пошел заниматься первой сетевой сетевой компанией. Но получилось так, что меня подписали и уехали. Учиться не было у кого. Я потом понял, что слава Богу. Потому что все ошибки, которые можно было сделать, я все сделал. Вот, поэтому как бы уже опыт имею. И получилось, что 2 года я... Да, 2-2,5 года я в ней проработал. Потом эта компания закрывается и переходит в другой проект. Но худо-безобрань не бывает. Я когда ушел с компании, написал заявление, что я работать больше не буду. И поставил кресло вообще на сетевая компания. По той пустой причине, что я понял, что здесь тоже нужно работать. Не хуже, чем там. И знание здесь огромное. То есть я, ну как бы, я посещал этому тоже целый день. И я не мог себе позволить отдыхать. Если я как только начинаю отдыхать, то моя структура начинала сыпаться. Вот, мне это очень не нравилось. Вот, это раз. А второе, в сетевых компаниях приходилось идти к людям. А чем занимался я, ко мне люди приходили. Было намного интереснее, ну как бы, комфортнее. Да, по душе, понимаете, о чем я говорю. Извиняюсь. Вот. И, ну, в этой компании я услышал о своем наставнике будущем, об Алексею Луконине. Меня поразило то, что этот человек пришел в компанию. Вот. И за один год вышел на доход 52 тысячи долларов в месяц. Я за два года зарабатывал 568. В месяц. То есть, да, граница была разительная. Тогда я четко стал понимать, что не важно, как называется ваша компания. Не важно, какой маркетинг-план. Не важно, какой продукт. А важно все-таки, наверное, у кого ты учишься этому бизнесу. Почему? Потому что все люди, которые были в его команде, вот, они очень сильно отличались от всех людей, которые присутствовали в этой компании. Очень сильно. У них энергетика была другая. Вот. Я, конечно, с женой мечтал попасть в его организацию. Но мы были в другой ветке. Вот. Чем могли, учились. Ну, опять-таки, Саша уже говорил об этом. По жизни всегда, вот, о чем мечтал, всегда все получал. Вот фильм «Секрет», кто видел, вот, я этот фильм «Секрет», наверное, для себя уже, наверное, в году 95-м написал. И четко знал. Все, что я хочу, сбывается. Вот все. Расскажу вам только маленькую одну из историй предварительно. Я мечтал, у меня во сне снялась «Вишневая семерка». Раньше не было девяток, была самая крутая машина, «Семерка». Я заказал эту машину из Венгрии, мне пригнали, а я родился 7 сентября. Вот, у меня такой был псих в голове. Вот, хочу, чтобы у меня номер был 0709. Вот, как, вот, хочу и все. Вот, сейчас, конечно, если можно пойти, там, дать 100 долларов, там, 1000 долларов, тебе дают любой номер. Хоть там, долик напишут. Вот. Ну, я не хотел платить. И я пришел в МРЭО, мне дают номер. Как вы думаете, какой? Правильно. Вот, вот тогда у меня это все начало скрадываться какой-то, я думаю, как так получается. Фильм «Секрет», кто видел, помните, там было, когда мужчина писал о доме своей мечты, да? Потом переехал в этот дом, открыл ящик, говорит, так, ё-моё, я в этом доме уже живу. То же самое один к одному было у нас женой. Когда мы жили в двухкомнатной квартире, в Крущевке, в маленькой, мы написали о том, что мы хотим жить в трехкомнатной квартире. Написали все четко, что был третий этаж, что была квартира минимум 70 метров, что пухня была 9 метров, ну все. Забыли только написать шторы, кондиционер и люстры. Вот честно, про это забыли. Все остальное было описано. Через год мы эту квартиру купили. Я в том время зарабатывал где-то тысяча, две тысячи долларов, а вот квартира стоила 60 тысяч долларов. То есть умом я понимал, что это невозможно. Вот. Но не поверите, Юлия Тимошенко издает указ. Для молодежи до 30 лет. Вот. Есть такая молодежная программа. Вы берете квартиру в кредит, вот, и за ней платите. И каждый месяц вам компания какая-то выплачивает деньги обратно через банк. Мы покупаем эту квартиру через год. Мы выплачиваем кредит полтора года. Вот мы его сегодня закрыли, кредит. И завтра Юлия Тимошенко выступает и говорит, закрываем молодежную программу. Вопрос. Для кого ты его делала? Для меня. Не поверите, ребят, так всегда в жизни было, есть и будет. По крайней мере, со мной точно. А вот все, о чем мечтал, все, что хотел, Бог всегда давал. Я знаю как, но это было. Вот. Это работа железобетонная. Проходит полгода. После того, как я ушел из сетевой компании, ко мне приезжает Галя Бондаренко. Спасибо ей огромное. Знакомь меня с Алексеем Луфониным. И предлагает мне компанию Международный Королевый Клуб. Я, как бы, из-за имени Алексея согласился, но отчего бы его желания у меня не было. Почему? Потому что у меня осадочек уже остался. Помните такой синдром? Нет? Кто знает про осадочек? Маловато, да? Но сейчас расскажу. Тогда расскажу. Пришли мама, папа в дом к своим детям. Погуляли, вечером, все хорошо. Ушли домой. Звонок домой. Мама, у нас пропали ложечки. Дочка, да как ты можешь? Я же все для вас. Я же родная душа. Хорошо. Положила трубочку. Проходит пять минут. Опять за ночью. Мама. Маловички нашли. Но осадочек остался. Вот. Вот у меня осадочек остался. Я уже, ну, как бы, мне вера подорвана была. Первый опыт был. Он был негативный. Ничего не хотел уже. Но подписался. Вот. Мы там быстро стали директорами. Золотыми директорами. Вышли на изомрудов. 1200 долларов был уже ЧИЭ. Вот. Ну, мне это не впечатляло никак. Честно. Почему? Потому что у бизнеса было много больше. Десятки раз больше. Вот. И так было много-много времени. Но я ездил на события на все. Посещал. Последние события. Вот. Ирина Гея. Дзина не было. Люда не было. Кирилла не было. Алексей был. Есть два человека, которые на этом были. А, еще был Женя Попков. А вот. Закончилось московское мероприятие. И возле Измайлова есть такой деревянный ресторан. И туда все пошли обедать. Вот. Я об этом не знал. Я тоже с женой пошел с сумками просто пообедать. Сказал, как там хорошо кормят. Прихожу. Вот там такой огромный сквол. И все сидят кушают. Не помните? Помните, да? Вот. И мы сели все. Ну, ой, давайте к нам. Приходите. Мы сели, сидим. А так как статус я уже понимал. И припасительный понимал, сколько кто зарабатывает. В каком статусе. За этим статусом сидело, может быть, два человека, которые зарабатывали больше, чем я. Но знаете, в чем прелесть? Я смотрел на этих людей и видел, что они счастливые. Я заработал в два раза больше, чем они, но я был несчастный. Это было последним камнем, который у меня уже упал. А мне, если я об этом говорил, что, допустим, пять тысяч долларов от седевого маркетинга и десять тысяч долларов от традиционного бизнеса, это намного больше. Я говорю, я не понимал, как десять же больше, чем пять. Ну, логично, да? Так и есть, ребята. Все дело в том, что деньги другого качества. Ты по-другому думаешь, по-другому живешь. Ну, ты можешь, чтобы это пережили. Хорошее чувство, поверьте. Когда у вас все хорошо и все спокойно. И после этого принял решение, стал заниматься. Уже более-менее включился. Но все равно, свой бизнес не бросал. И так было еще один год. В конечном итоге Алексей предложил ехать в регионы. Мы поехали работать в регионы. Тогда я полностью поставил крест на своем бизнесе. И так все пошло. Поехало. За год буквально. Даже чуть меньше с остальными мастерами. Ну, уже захотелось состояться, потому что очень сильно. И так потихоньку все шло. Такие бойцы появились в Киеве. У меня есть уже одна гордость. Вы уже знаете, да? Все вот с чего все начинается. Мне очень сильно хотелось доказать, что я лучше. Мы только поехали с первой линии Алексея Бугонина. Это мой был совершенно первый опыт. Слава знает, да? Я вообще в этом деле был полный ноль. Я вообще никогда не знал, что были регионы, как там работать. Ну, приехали все. Ну, вместе. Я вот у Славы Чайки учился. Вот. Как звонить, как приглашать. Вот. И где сделал, не знаю сколько там, сотен звонков мы сделали. Ну, много было встреч проведено. И на одной встрече, вот, пришел Сергей Матат. Давайте поприветствуем его. Благодаря этому человеку сейчас есть огромная организация уже, которая делает хорошие товарообороты. Там уже есть и бриллианты, и зонуру, и золотые, и серебряные дилетараты. Дилетаров полно. Вот идет большой рост. Я просто тогда еще раз утвердился в том, что этот бизнес работает. Когда я ближе познакомился с руководством компании, у меня вообще все стало хорошо. Я очень сильно полюбил Казара. Вот. Потому что, не знаю почему, но вот, вот, когда я с ним разговариваю, я понимаю, что у нас все будет хорошо. Вот, честно. Вот, не знаю почему, но кто ближе его знает, тот понимает, о чем он говорит. У нас все будет хорошо. Вот. Поверьте мне, в той компании, где я был, у нас был хозяин компании такой самодур, он мог бы творить все, что угодно. Он за месяц придумал то одно, то второе, то третье, и от него не знал, что ждать. Только привыкнешь делать одно, он делает другое. Привыкаешь делать одно, он делает третье, по-другому. Честно. Вот. Это так коротко о себе. А сейчас я вам покажу интересную вещь. Меня интересовало, кто в компании «Кораллова группа» зарабатывает от 20 тысяч долларов в месяц. Объясню почему. Я на эти деньги привык жить. Я привык на эти деньги жить, тратить их, поэтому меня интересовало, кто эти деньги зарабатывает. Я сел, посчитал, поговорил с наставником, он говорит, ну вот, от золотого мастера, а в основном до платиновые мастера. Я взял журналы «Коралл Ньюз», собрал их, почитал истории платиновых мастеров, вот, золотых мастеров, и приблизительно для себя выявил схемку такую, сейчас я вам ее нарисую, сколько они к этому шли, чтобы зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц. И для себя сделал такую схемку, потом всем показываю, вот, кто-то может делать это быстрее, кто-то может быть медленнее, но схема, она, это работает. Я предпринимателям, в принципе, всем рисую, небольшим таким, средним предпринимателям рисую эту схему, показываю, вот. Сейчас я вам нарисую тоже. Сначала вас прошу, скажите, пожалуйста, только честно, как вы считаете, возможно ли вам, имея классный продукт, имея классных наставников, найти за один год три человека, которые бы ели продукт, любили этот продукт, и при этом рассказывали об этом другим людям. Три человека в год. Это реально? Да. Отлично. Ну, ползала с головой, уже хорошо. Итак, первый год. Я сюда рисую. За один год мы с вами находим три человека. Я не пишу 33. Три человека, которые просто едят продукт. Для того, чтобы было понятно, кто знает концепцию здоровья, тот посчитает и мои слова подтвердит. Если человек ест на 100 баллов, то это так вот минимум, чтобы уместиться в то, чтобы накормить себе и напоить полностью, то есть получить то, что необходимо для своего организма, это 100 баллов. Поэтому я взял для себя и умножил на 100 баллов, на 100 очков. И так, во-первых, будет легче считать нам. Получится товарооборот у нас 300. Вот. В среднем, да, я пишу для них, мы получаем от 5 до 20 процентов. То есть в среднем 10 процентов. Я написал, давайте напишем 10 процентов. Вы там пересчитаете, заходите. Это получилось 30 долларов. Вот представьте себе, вы год работали, нашли три человека. Они купили продукт, едят каждый месяц. И вы через год стали зарабатывать 30 долларов. Не впечатляет. Правда, никого? На второй год эти три человека пошли искать еще каждый по три человека. Все лишь напросто, как мы говорили. Это же реально, да? Три человека в год найти. Сколько получается? Девять человек. Давайте будем басу сокращать. Какой будет чек? 90 долларов в месяц. Тоже никого не впечатляет. На третий год эти же девять человек пошли искать по три человека, которые будут кушать продукты ежемесячно. То есть осознанных потребителей, можно дистрибьюторов, как хотите. Сколько получается? 27 человек. Если на 100 баллов, какой будет чек? 270 долларов. Вот это я называю уже минимальная зарплата, да? Сейчас в Украине, по крайней мере. 270 долларов зарабатывают люди. То есть через три года ты выходишь на минимальную зарплату. Я всегда всем говорю, что в любом деле, хочешь ты быть юристом, стоматологом, нотариусом, кем угодно, то, что закончил институт, это все здорово. Нужна практика. Ты начинаешь понимать этот бизнес, это свое дело, тогда ты проработаешь 3-5 лет. Поэтому я говорю, давай мы сразу договоримся, что 5 лет мы учимся. Это учеба. Это институт, чтобы быть сетевиком. Кстати, скажу вам по секрету, что сетевики, это, ну, на мой взгляд, это самый продвинутый народ, потому что они умеют все. Если сетевика поставить в любое место, он поднимется на все, что угодно. Любое дело, поверьте. Четвертый, пятый год. На четвертый год мы все еще учимся, 27 человек пошли искать, год 3 человека. Сколько получается? 81 человек кушают продукт на 100 баллов. Получается, сколько денег у нас? 810 долларов. Тоже никого не впечатляет, но это уже, я считаю, хорошая зарплата. Не каждый специалист зарабатывает ежемесячно 800 ваксов. Согласитесь, правда? Там надо быть хорошим 500, чтобы только зарабатывать. Но вы еще не закончили студию, вы еще просто ученики. Пятый год будет последний. Мы заканчиваем институт, МЛМ. Сколько будет людей? 243 человека. И наша зарплата, чек, 2430 долларов в месяц. Эти деньги зарабатывают предприниматели. И поверьте мне на слово, не все и не каждый месяц. Но вы уже закончили институт. Как правило, каждый день сидящий, здесь очень много молодежи, вы деньги относите в институт. А здесь вам еще и приплачивают. Внимание обратите, пожалуйста. Вы закончили институт. 2400 долларов. Это, кстати, реальное развитие в Коралловом Глубе. Я не придумал. Спросите у своих мастеров, они вам скажут. Так развивается половина Кораллового Глуба. Кто-то быстрее, кто-то меднее. Но в среднем вот так. Теперь два года мы решили поработать на себя. Закончили институт, стали сетевиками, получили дипломы. И два года, два года мы поработаем на себя любимых. На шестой год 243 человека пошли искать. Три человека в год. Сколько получается? 729 человек, которые любят продукт, кушают на 100 баллов. Как мы договаривались, получается чек 7290 долларов в месяц. Это уже сумма внушительная. Поверьте мне, на такую сумму можно в Украине жить припеваючи. Даже с роскоши. И пританцовываючи. Правильно. Да я думаю, что в России тоже, да? 7 тысяч долларов. Неплохо. А вот. Но я называю это бизнесмен уже. Это зарабатывает бизнесмен. Кстати, чтобы зарабатывать 7 тысяч долларов в месяц, нужно, чтобы в обороте было от 50 тысяч долларов. Традиционно. От 500. Ваших денег. А если у вас есть в обороте деньги, то это постоянно риск. И седьмой год, последний. Мы с вами приглашаем людей. Сколько получается? Три человека. Еще раз. 21,87. Получается 20. Я округляю. 21 тысяча. Давайте я вообще округлим. 20 тысяч. Не, лучше уменьшим. Лучше уменьшим. 20 тысяч долларов. Это называется финансовая независимость в любой стране мира. Почитали социологи, ребята. 7 лет в коралловом глобе. 3 человека в год. Скажите, что это нереальное. Пускай это будет не через 7, пускай через 8, пускай через 9. Где у вас есть такая возможность? Приобретая здоровье, классных друзей, строить команду и при этом стать финансово независимым человеком. Вот это лично меня впечатляет. Печатает у нас всех людей, которые мне показывают. Я говорю, вы можете это делать в свободное даже время. На это ума много не нужно. Есть четкая пошаговая система. Если вы будете по ней идти, вы получите то, что вам нужно. Вот и все. К тех, кто поамбициознее, говорят, ну, 7 лет, 20-ка, это как-то не круто. Я говорю, не вопрос. Хочешь через 4 года? Поставь сюда цифру 6. Вот весь секрет. 6 человек, хоть это 20 дистрибутеров, которые будут заниматься этим. Через 4 года будет 20-ка. Опять-таки, это красивая схема. Она может так и не выстраивается, но она так работает. Вся сетевая индустрия работает именно так. Вот. И эту схему я всегда показываю предпринимателям, ради чего сюда пришел. Да, добавляю, что у меня здесь нету... У меня позавчера была встреча. Вот, здесь сидит человек, Алексей Гладышев. Не вижу его, а он сидит, вижу. Вот, да. Новый человек. Он привел бизнесменов, которые держат свои, какой-то там, игровые автоматы, 5-е, 10-е. Мы с ним поговорили, как бы, и я вам предложил возможность. Вот, я не верю в это, я не хочу. Нет, мне это не нужно. Я пожал ему руку, сказал слово-то есть слова. Кстати, когда я вставал, он, знаете, он аж по-другому со мной заговорил. Я говорю, спасибо вам, что мне сказали правду. Я уважаю таких людей, как вы. Я сэкономил кучу времени. Просто вы еще не готовы? Мы, может быть, сами об этом поговорим позже. Развернулся и ушел. Для человека я реально бы ушел. Человек, может быть, заработает большие деньги. Но я реально понимаю, что к этому он еще не готов. Он в этом видит не какие-то там непристойности. Но это его личное горе. Вот такие вот, ребятки, мои дела. Вот такие работы, показываю выгоды. А вам, я, конечно, желаю, чтобы каждый, сидящий в этом зале, куш как минимум прошел по этой схемке и, наконец-то, стал финансово независимым человеком в любой стране. Спасибо. Спасибо.